здравствуйте дорогие мои друзья ну что же александр гинсбург наш любимец руководитель института гамалея бармалея не спит не спит и днем и ночью думает о нашем с вами здоровье как-то не немножко поутихла вот это вот компания вот этой вот уколчиков стихла да друзья мои даже отменили кое-где масочки но нет гинсбург не спит в своем своем обвет обвешалом замке там где он там варит свое чудесное варево нет и наконец-то он выступил сейчас конечно друзья мои нам совсем не до этого них не до старика гинсбурга не до его там этих научных научнейших изысканий но друзья мои он опять же восемнадцатого числа подал заявку на регистрацию назального препарата теперь значит можно не колоть себе уколы а как бы в брызгивать их впрыскивать ну следующий этап друзья мои чудесные лечебные целебные клизмы когда я думаю жду не дождусь когда гинсбург дождется то он нам вкалывал теперь будем в брызгивать раз в полгода чудо средства уже полегче да все таки колоть напряженно а вот как бы назальный препарат прыснул себе в нос как бы меня капельки и живи себе ну сколько тебе так сказать бог господь бог и так сказать бармалеи эти канавалы из института бармалея позволят вам жить ну друзья мои в общем-то не как хочется сказать словами царя из кинофильма иван василич меняет профессию хочется сказать а ты холоп алексашка никак не угомонишься я смотрю действительно гинсбург несмотря на то что его бьет сильный трясун сейчас его не показывают друзья мои но на самом деле я посмотрел его действительно у него я не знаю паркинсон тремор тремор его колотит сильно возможно он на себе испытывает это чудо препараты забрызгивает их в нос и как мы понимаем он готовит все-таки чудесную чудодейственную клизму потому что только она наверное ему поможет потому что ну после вот этих препаратов наверное как бы разум ну начинает работать не с некоторыми перебоями какие-то программы начинают действовать и естественный но как бы центр разума переносится извините меня в в нижние центры в том числе и так сказать в эту замечательную попу на которой гинсбург сидит и которая тоже создает некую тряску ну когда уж он сделает целебные целебные целительные клизмы я думаю баланс будет соблюден и что вверху то и внизу в общем будет все тишь да гладь наступит наступит счастливые времена в общем гинсбург не угомонился опять же пытается втюхать нам с вами свои чудо средства причем одно и то же он изобретает одно и то же я не знаю с чего он это варит из каких средств но вот за все это время он не изобрел ничего нового он просто экспериментирует для детей чуть поменьше половина дозы в нос там еще какая-то там до добавка ну проклизмы пока не будем не надо не буди лихо пока она тихо в общем друзья мои ну даже мой попугай тут возмущается гайд гинсбурга приезжать этого к ногтю но никак не угомониться друзья мои в эти тяжелые времена нам только о нем и остается вспоминать об этом институте бармалея который несмотря на вроде как того что но спад уже официально объявили что все все идет на спад все заканчивается нет они все еще пытаются нас с вами так сказать исцелить своими чудесными средствами ну мы смотрим на это все смотрим когда же гинсбурга наконец кондратья хватит придет некий дед кондратья их хлопнет его по плечу и скажет слушай саша хорош хорош парить народу мозги хорош пора бы тебе угомониться ты и так уже человек пожилой ну хорош себя забрызгивать то уже как боится скоро некуда брызгать будет все друзья мои пока